Шквалистый ветер, снегопад, ледяной дождь и несвойственный южным территориям мороз до минус 30 – все это анапчанам знакомо. Поздней осенью и зимой погода может преподнести любой сюрприз. Главное – основательно подготовиться к нештатным ситуациям, чтобы выйти из них с минимальными потерями, подчеркнул глава Анапы Сергей Сергеев, открывая заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Все помнят, когда нас накрыл ледяной дождь, какие были последствия, как валялись от поля в поле. Многие из вас проявили себя опытными руководителями, проявили с наилучшей стороны. Еще я хочу обратить внимание на то, что поводные условия в нашем регионе могут резко меняться. Не забывайте об этом. О готовности объектов жизнеобеспечения города-курорта к безаварийному прохождению осенне-зимнего периода отчитались руководители всех городских предприятий. Основная задача – создать резервный фонд материально-технических средств, привести в готовность технику. Энергетики доложили о проведенном капитальном ремонте линии электропередач. Объекты энергоснабжения в непогоду дают сбой в первую очередь, поэтому важно создать запас резервных источников питания для школ, детских садов и больниц Анапы. Дорожники привлекут к работе в осенне-зимний период 26 единиц техники. Дополнительно коммунально обеспечат в непогоду транспортную доступность. Как избежать потопления улицы Северной во время сильных осадков осенью, также говорили на заседании КЧС. Сергей Сергеев поручил организовать расчистку ливневых коллекторов и приемных колодцев. Девять лет эти работы не проводились, что и привело к сложной ситуации. Кроме того, управлению ЖКХ предстоит найти подрядчика для восстановления проектных характеристик коллекторов в полном объеме и регулярном содержании ливневок на Северной в порядке.